В администраторской кабине поставили ящик из-под овощей и королевский трон. Какой занял Михаил Галустян? Абсолютно идиотский вопрос. Шутки за 300, да, давайте. Я не понимаю, как на него отвечать. Абсолютно идиотский вопрос. Карина Стримерша, да. Карина, привет. Карина, дорогая, привет. Ты нас видишь, слышишь? Да, да, конечно. Привет всем. Привет. Привет, спасибо, что ты сегодня с нами. Карина, к тебе вопрос. Ты сейчас где находишься? Почему ты не на нашем диване? Ну, блин, я бы очень хотела у вас там сидеть, но я, к сожалению, живу в Италии. Блин, действительно, очень жалко. Мы тебе сочувствуем, Карина. Ты уж там как-нибудь держись, хорошо? Окей, хорошо. А чем ты сейчас там занимаешься, Виталий? Как у тебя живет твоя студия, в которой ты записываешь ваши видео? Или ты самостоятельно там все делаешь, а? Друзья, сейчас у нас трехсекундная пауза, после которой появится наш гость Михаил Галустян. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, мы ждем Михаила Галустяна. Дело в том, что мы отправили наших коллег за ним. Они уже нашли его, накинули на голову мешок, посадили в Жигули. И эта машина уже подъезжает к студии mail.ru и ok.ru. И вот он, друзья! Вот легенда! Аплодисменты, друзья! Так, так слабо Михаилу Галустяну еще никто не аплодировал. Кстати, Михаил решил в течение вечера называть его на «ты», но, к сожалению, только два раза. Первый я уже использовал, второй пока что я приберегу. Михаил? Ну что же, я спою. Если мне это дает терпеть, то, видимо, нужно спеть. А от этого микрофона, видимо, вообще можно не забавиться. Почему нет? Так вот, Михаил, ты, насколько я знаю, возможно, не все в курсе, занимаешься киперспортом и любишь компьютерные игры. Ты самый большой фанат. Мы играли в Unreal с нашими друзьями, с моими друзьями. Unreal Tournament. Unreal Tournament. Вот, видите? Я играл, я помню, это первая Half-Life, Half-Life с этой Фомкой бегать, куриц этих убивать нужно. Наш человек, вот он! Assassin, я играю... Что ты сказал? Это не предложение и не оскорбление ни в чью сторону. Это название такое. Мне кажется, я играю последние лет 20, потому что я не могу пройти черт знает сколько времени. Мне сегодня предстоит быть комментатором. Как ты настраивался, как ты работал над собой. Как он, смотри, Олень пошел. Кто пошел? Олень пошел, говорю. Слышишь, ты опять покер играешь? Выключи, ну-ка, давай. Ладно, ладно. Нам рекламу в сервере жизни заказали, он сидит в компьютере играет. Запускай шарманку свою. Ну, признаться, я первый раз буду комментировать, пытаться комментировать киберспорт. Не знаю. Мне достался очень хороший, надежный партнер в этом смысле. Майкер, я буду с ним комментировать. Знаешь, прямо сейчас он появится рядом с тобой с помощью магии и с помощью его ног. Майкер, заходи. Заходи, дорогой. Пожалуйста, познакомьтесь, пожмите друг другу руки. Теперь ты капитан, держи. Ой, спасибо большое. Да, капитан. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте. Хочется сразу поприветствовать тех людей, которые находятся онлайн. Я смотрел сумасшедшую активность там в чатиках. Все в восторге. В восторге происходящего. Говорят, уже 6 миллионов человек смотрят эту трансляцию. И ведь не врут. Плюс еще 85 человек в нашей студии. 6 миллионов 85 человек. Ура. Прямо сейчас вас отправят в вашу комментаторскую кабину. И мы с вами свяжемся через несколько секунд. Давайте проводим наших замечательных гостей. Наших комментаторов. Михаил Галустян, Майкер, спасибо вам. Друзья, сейчас у нас на связи, вы не поверите, по телемосту, а уже изобрели и его. Сиэтл. Алло, Сиэтл. Выходите на связь, рассказывайте, что у вас там происходит. Люди уже готовятся? Друзья, товарищи, только что вы посмотрели. Смелее, смелее. Вот так-то. А почему сейчас в меня не летят трусики? За это вам спасибо. Только что вы посмотрели трансляцию из Сиэтла. По картинке такое ощущение, что трансляция была из ада, да? Красный экран, человек говорит в камеру, бегает. Непонятно, что происходит, но мы уверены, что там в гуще событий все самое интересное. И счастливчик, счастливчик сейчас был с нами на связи. Сейчас на связи мы постараемся быть с Михаилом Галустяном и с нашим комментатором Майкером. Алло, ребята, вы как? Вы уже на местах? Алло, друзья, Михаил, Майкер. Друзья, ну пока что у нас... Но руку от этого нет, никакого. Мы вас слышим. А сейчас ребята будут еще меня слышать. Алло, ребята, вы меня слышите? Мы слышим. Прекрасно. А есть ли у вас там стулья, чай, кофе? Что? Стулья есть, чая пока нет. Слышим вас хорошо. А это Михаил сейчас скомментировал. Что? Что происходит? Самое главное, есть ли у вас наушники, микрофоны и экраны, в которых вы видите происходящее на турнире? Странные вопросы. Странные вопросы. Мы будем гадать. Мы будем гадать. Мы тоже. Мы слышим все, видим все. Ручки есть, столы, стулья, все есть. Главное, чтобы у вас там все было. Все есть. Все прекрасно. Друзья, мы пока что вас оставляем, потому что у нас здесь, в нашей аудитории, тоже я заметил несколько интересных и необычных людей, которые тоже связаны с киберспортом. Позвольте, у меня была информация, что кто-то среди вас занимается косплеем. Постараемся определить, каким образом вы выбираете себе персонажа, которого вы будете косплеить. Опа, сейчас мы это все проверим. Пожалуйста, отвечайте в мой пока что. Ну все зависит от игры на самом деле. То есть доспех склепал. Это уже доспех. Это уже костюм. Сейчас, к счастью, для косплееров есть много магазинов. Стряхнули, думаешь? На место поставили немного. Ребята, не подглядывайте. Мы тут за... По ответу да. Голубушки, я хотел бы спросить у вас. Наверняка ваши костюмы из какой-то игры. Подскажите мне. Ну... А как называется ваш персонаж? Но у нас персонаж Мипа. Особенность этого персонажа в том, что... Я сейчас буду комментировать Доту 2. Включай. Да, но все еще мы слышим Михаила Галустяна и Майкера. Нам приятно слышать их голоса, конечно. Это как в фильме ужаса. I see dead people. Голос из ниоткуда. Ну извините, я не виноват, что меня не отключили. Я при чем здесь, ребят? Призрак отца Гамлета. Кстати, кстати, говоря о косплеере и о том, как этим заняться, у нас социальный ознакомительный видеоролик, по которому мы сможем узнать кое-что дополнительно о косплее. Давайте-ка посмотрим. Блеск Божественного Ока для одних и Разрушитель для других. Принято считать, что наши представления об окружающем мире давно уже не являются предметом научных споров. Один из ключевых героев поддержки в Дота 2. Его профиль — Сила. Висп — загадочный сгусток жизненной силы, который находится одновременно на всех планах бытия. Все уже открыто и доказано. Однако время от времени появляются находки, которые никак не вписываются в привычную картину мира. Его истинное происхождение неизвестно. Он олицетворяет силу, что старше самого времени и находится за рамками понимания смертных. Еще несколько вопросов для вас, друзья. Кто за каким... Дело в том, что мы в комбинаторской кабине поставили ящик из-под овощей и королевский трон. Какой занял Михаил Галустян? Абсолютно идиотский вопрос. Шутки за 300, да, давайте. Я не понимаю, как на него отвечать. Сложные ситуации вы настаиваете, Владимир. И образование не позволяет вам ответить на этот вопрос. Я, пожалуй, пропущу. Ага, я так понимаю, что ты профессионал в комментировании доты. А что, кроме доты 2, ты комментируешь еще? Ну, я не профессионал в комментировании доты. Вот это поворот! Да, неожиданно, но он играл немножко доту все время. Михаил Галустян, все надежды на вас. Нормально, все будет хорошо. Так комментируем, что никто еще так не комментировал. Пик, это будет немножко позже. Пока что давайте отвлечемся на тизер. Будьте любезны. Расскажите, что вообще происходит? Сколько... Так, у нас еще есть здесь студии IceFrog, который разработал игру Dota 2. Но, к сожалению, Людмила, с вами мы не успеем пообщаться. Вам же, друзья, я хочу сказать, что оставайтесь с нами. И, конечно, занимайтесь киберспортом. Все будет ок. Меня зовут Владимир Маркони. Увидимся. Оставайтесь здесь всю ночь. Пока. Сейчас же будет аналитика профессионалов. Надеюсь, это не мы. Потому что... Субтитры делал DimaTorzok